Экстремистами стали называть кого угодно. Давай, вали отсюда из страны. ФБК в полном составе. Нам нафиг не нужен ваш этот патриотизм из-под палки. Вот это всё отвратительно. Всем привет, это программа «Двойное дно». Здесь, как всегда, Владимир Капустинский со мной рядом. Павел Дмитриев тоже здесь, рады вас видеть. Рады, что вы комментируете, ставите нам лайки, продолжаете это делать. Даже по поводу ориентации. Нет, да улыбнёшься. Пишут разные. Да, но всё равно пишите, пишите, что хотите. В России в Госдуму внесён закон, после которого для попадания в список экстремистов и террористов, в общем, не нужно будет практически ничего сделать. Государство говорит, там места в этом списке хватит всем. Да, список он, там 15 тысяч человек, в общем, на резиновые туда сколько угодно могут нести. В прошлом году всего там 1800-то, что-то такое попало. Кстати говоря, казалось бы, не мало, но я так понимаю, что в этом году переплюнутся. Для родственного мониторинга мало. Внесли законопроект в этот список, раньше только за преступления экстремистской и террористической направленности включали. Я тут как бы опускаю тот факт, что экстремистами стали называть кого угодно. Да, например, вы наверняка нас смотрите, поэтому в курсе всех этих включений в список и должны знать, что последними экстремистами-террористами, например, стала телеведущая Татьяна Лазарева. Юлия Навальная стала экстремисткой. До этого там уже в этом списке числится Акунин. Ну, просто по факту, вот государству вы не нравитесь, собственно говоря, вот вы и экстремист, но как бы всех-всех вот напишешь ты там «нет войне» на стене, тут как бы никак тебя не включить. А теперь можно. Теперь, в принципе, можно будет как сделать? Следовательно пишет, в общем, что это по мотивам политической вражды. Или ненависти. Или ненависти. И все. А доказывать эту политическую вражду, ну и, во-первых, проведет экспертизу ФСБ и докажет. Это ж несложно. Потом есть человек с молоточком, который тук-тук. Да. И скажет, что и была, была вражда. А в список этот террористов-экстремистов вносят не по решению суда, а просто следователь написал следком, куда надо. И внесли в список. А там потом до суда пока дойдет, ты все как бы, ты даже не осужденный преступник. Ты просто подозреваемый. А жить с такой статьей в России невозможно. Это у тебя опираться в месяц на 10 тысяч рублей. Блокировка счетов. Да. То есть, ты на работу не можешь устроиться, как тебе зарплату будут перечислять? Да, да, да. Тебя просто, ну, если только может, наличными будут вручать. Но, в принципе, какой работодатель, зная, что ты внесен в список экстремистов, не уволит тебя на всякий случай? Да сто процентов. Никто не захочет с тобой иметь каких-то там финансовых, трудовых отношений. И с такой статьей жить в России, ну, это просто тебе говорят, дают билет, давай, вали отсюда из страны. Ну, да, если тебя в СИЗО при этом не отправят или под подписку, а не выйдите. Вот. Ну, и, собственно говоря, допустим, нельзя будет на счета там, допустим, пенсии, стипендии получать. А у нас достаточно много пенсионеров, которые выходят с плакатами «нет войне». И, в принципе, вот, лишить эту пенсионерку просто средств к существованию теперь для следователя, да, будет расплюнуть. Он просто взял, завел там какое-то дело о фейках, об армии, дойдет она до суда, там, не дойдет она до суда. Да, ну, пожалуйста, включил там по политической вражде и отправил в Росфиномониторинг. А те же, они же не проверяют ничего. Да, да. Они просто включают. Да, чисто устрашающий механизм, теперь вот туда будут включены в этот, попасть в этот список экстремистов и террористов, можно будет по делу о фейках, о войне, например, сейчас очень популярная история. Да. И, в общем, вот слово «экстремист» в России потеряло значение, в принципе, потому что вот если, когда это там появлялось, эта статья тогда говорили, что там вот те люди, которые там призывают к чему-то там убивать какие-то группы лиц, я не знаю, там, против, против там, ну, евреев, например, антисемиты, которые там явно к чему-то такому призывают. А уже лет 10 экстремист, ну, кто такой экстремист? Вот Навальный, он был в списке экстремистов этот, ФБК в полном составе были в списке экстремистов. Просто люди ведут политическую деятельность, которая, ну, направлена на то, чтобы выиграть выборы у действующей партии власти. И за это они включают список экстремистов. А теперь те, кто против войны, они тоже будут называться экстремистами. В общем, а потом эти конюшни Авгиевы надо будет как-то разгребать, потому что надо будет выяснять, а вообще слово экстремист, оно имеет какое-то значение в России? Ты к тому, что власти-то рано или поздно сменятся, тогда надо будет разгребать эти конюшни? Ну да, когда-то же это все равно произойдет, так или иначе. Тогда-то есть вера, что придут какие-то неупыри к власти, и отыграть это все будет, ну, на самом деле, не так и сложно. Ну, условно, если человек там шел по улице, с девушкой на него напал, кто-то он дал в морду, защищая себя ее, а потом оказалось, что нападавший там, я не знаю, ну, какой-нибудь национальности другой, да, ему пришли к делу о вражде, там, да, он напал и попал в список экстремистов, но, очевидно, там, его туда исключат. Только бы настало это самое время. Да, ну, в общем, к сожалению, как бы, закона, ну, в общем, он исчез, закон, и теперь, как бы, применяют такие расширительные меры, как сделать так, чтобы те, кто против нынешней власти, против войны, а сейчас это, в принципе, ну, синонимы, как можно хуже жили. Вот, а все это, как бы, записывается в уголовный кодекс, который, вообще-то, направлен на борьбу с преступниками, а не на борьбу с инакомыслящими, но, как бы, уже и нет. В Косковской области, исполняющий полномочия главы Пскова, Ирина Иванова, тут даже интересно, что Борис Ёлкин, наверное, в отпуск ушел, все-таки разобрался же он с мусором, ушел, наверное, в отпуск, и вот Иванова подписала постановление. В общем, она изменила, за что можно давать деньги из резервного фонда, значит, администрации Пскова. И, в общем, пощения теперь будут выплачиваться тем, кто занимается привлечением людей на войну в Украину, сотрудникам полиции, сотрудникам военных комиссариатов, военкоматов, вот. Ну, да, во-первых, ужасает сама формулировка «заработай денег на чужом горе», потому что, ну, ты отправишь человека на войну, и он либо там сам умрет, либо кого-то убьет, да. Честно сказать, что эти деньги тратят из резервного фонда, тоже немножко какое-то недопонимание вызывает. Вот недавно был взрыв газа в опочке в жилом доме, да, там власть отчиталась, что мы там всех снабдили там быстро едой туда-сюда, а люди говорят, да нам пачку, упаковку воды дали, еды никто не принес, никуда никого не расселили. Вот деньги из резервного фонда, такие случаи надо, чтобы быстро людей куда-то там поместить, чтобы был какой-то жил фон, где можно разместить этих людей, а не вдавать премии военкому за то, что он там много людей отправил на войну. Ну, о том, как, в общем, люди на войну в том числе попадают, например, есть такой проект украинский, где журналист берет интервью у попавших в плен, россиян, или сдавшихся в плен. И вот там не так давно был из Ходской области человек, который, в общем, рассказывал, что он сидел у себя в деревне, он жил в деревне, и там месяца четыре, ну, бухал. Как-то раз к нему просто зашел участковый, которого там, ну, все знают участкового, зашел, поставил там пару бутылок водки, они посидели, выпили, тот ему дал что-то подписать, а утром к нему приехали военная прокуратура в наручники, оказалось, что он контракт подписал. Его вот так в наручниках погрузили в самолет, отправили в Ростов, и он там через какое-то время, в общем, сдался, сдался в плен. Ну, в общем, если вот за такое будет теперь, знаешь, в Пскове поощрять, вот, из резервного фонда будут выделять деньги, то, в принципе, я думаю, таких случаев будет много. Никого не хочется на войну отправлять, но если на то пошло, вот эти сами участковые, сотрудники УМВД, вот эти вот сотрудники военкоманды, вообще-то это первые, кто туда должен ехать, раз вы прислуживаете этой власти, раз вы на нее работаете, и так или иначе связаны с силовыми направлениями, вот езжайте тогда и сами. Ну, не только в Псковской области, но и вообще в России, конечно, сложилась такая каста, есть чиновничья каста, которых ничего вообще не касается, закон их не касается, есть те, кто им прислуживает. И есть вот этот, ну, плебс, такой вот народ, с которым можно делать все, что угодно, который, большей частью, не особо богат, вот, и начинают они вот, в общем, с бюджета, то есть, за деньги, за которые должны ремонтироваться больницы, там, дороги, не знаю, газопроводы строятся, что в Псковской области, казалось бы, в области рядом с Европой, рядом с Евросоюзом, газа в Псковской области много где нету. Вот давно все это делается, они берут эти деньги и, в общем, тратят их не только на свои какие-то хотелки, но и тратят их на вот эту вот, на такую политику властей. Вот хочется Путину, чтобы война была в Украине, хочется ему тогда побольше людей отправить, вот они тратят эти деньги как свои, вот там, и тут миллион там платят каким-то добровольцам, тут вот, пожалуйста, этим, военкомам там будут побольше денег давать. Да, и, естественно, никто из этих людей сами-то на войну ехать, они не собираются, как бы, они тоже ж не дураки, они понимают, что там убивают, им самим не хочется. А вот людей отправлять, да, это пожалуйста, они готовы. И еще жаль, что речь идет про бюджет Пскова, ладно бы там было про областной бюджет, ну, условно, там область, надо там отчитаться, сколько людей отправили на войну, какого-нибудь там строго-красненского военкома наградили, но речь идет про Псков, идет про муниципалитет. Я не уверяю, я не буду точно там говорить о том, что есть какое-то соревнование между муниципальными образованиями, кто больше отправил на войну, но вообще я этому не удивлюсь, если из муниципальных бюджетов на это выделяют деньги, что какой-то там рейтинг соревнований внутри этих муниципалитетов есть, а вот мы вот столько-то отправили, а мы вот еще больше. Ну, вообще, показатель того, что придумывать все больше и больше денег и выплат за то, чтобы побудить людей отправиться на войну, говорит о том, что сами-то люди явно не идут. Ну, и, кстати, уже давно не идут, если оно то пошло, об этом уже, да, много сказано. Да, и это, в общем, ну, это хорошо. Это хороший, да, симптом, без сомнения. Да, что люди не идут, но вот повышение вот этих вот выплат, в общем, ну, так иначе приведет к тому, что там на 10, на 20 человек, но больше отправят людей из Пскова на войну. Мы уже давно видим, как, допустим, уроженцев Африки отправляют, то есть вот там отлавлю где-то, может, там на границе, не знаю, или студенты, которые приезжают в Псков ГУ, их уже отправляют. Вот за все вот это, я так понимаю, что военкомам теперь будут давать побольше денег, чтобы они как-то обманывали людей. Чиновники в Псковской области уже, который раз заказывают ремонт своих аномарок, потому что, ну, вот как-то не хотят они пересаживаться на китайские машины. Вот говорят же по телевизору, что, пожалуйста, вот москвич, ну, понятно, что машина китайская, но реклеили москвич. Не хотят они, потому что на москвичи почему-то, ну, пересаживаются чиновники. Вот там Тойоту Камри им надо отремонтировать, да и Соларис, вот Пежо Тревлера надо отремонтировать. По весне там МСДС Бен, Ситроен тоже, Пежо надо было им как-то отремонтировать. Что-то вот, не знаю, хочется как-то им в комфорте, понимаешь, по Пскову едет в комфорте. Так они для этого и шли в чиновники, там, в депутаты, там, для собственного комфорта. И теперь у них логика и мозг ломается от того, что говорят, откажись от этого комфорта. Они такие, да как так, мы ради этого сюда пришли, нам нафиг не нужен ваш этот патриотизм из-под палки. Говорят, значит, едите на дечественных машинах, техникой Apple не пользуйся, недвижимость за рубежом не имей. Так я сюда ради этого и пришел, говорит чиновник, что все это у меня было, человек от этого должен отказываться. Ну, вы помните, как губернатор заклеивал у себя просто значок Apple, и вот так он, в общем, избавился от техники Apple, просто заклеив значок. Ну, можно на Peugeot Traveler теперь переклеить москвич этот значок-то, если можно на китайскую машину повесить этот шильдик, почему нельзя на Peugeot Traveler, я не знаю. Ну, возможно, это сделают наши чиновники таким билижливыми хозяевами. Хочется же на марках ездить, значит, надо за ними ухаживать, а может быть, глядя того, и дороги нормальные сделать, чтобы иномарки-то не так часто ломались. Потому что эту Toyota Camry разобьешь, а новую Toyota Camry уже, может, не купить. И не покупать же ее с рук у людей. И там еще интересно, что контрактик-то по ремонту этих иномарок достался господину Загорую, известному скотскому бизнесмену, предпринимателю. Выручка его фирмы растет, которая ремонтирует машины. Ну, такая сегодня жизнь в России, богатые должны богатеть. Ну, а кто должен был получить этот контракт? Там шиномонтажка из Лебятова? Ну, я тебя умоляю. Это все отвратительно, что чиновники, они по телевидению говорят одно, в газетах пишут одно, пишут там что-то про какой-то патриотизм, пытаются за счет этого абсолютно ложного патриотизма отправлять людей на войну, дают деньги, которые там предназначены для людей, этим военковым людям, которые на войну идут, раздают деньги. А сами в это время ездят на иномарках, как ни в чем не бывало, потому что почему-то вот не хочется им, чтобы жители Пскова ездили по Пскову на иномарках. Ну, как-то вот им хочется, чтобы этот житель Пскова получил там какие-то деньги, отправился на войну и стал преступником. Вот это им хочется. А самим хочется в это время ездить на Peugeot Traveler по Пскову. Хочется на двух стульчиках усидеть. Мы как бы и за годом воюем, да? Давайте как-то воевать так, чтобы не ущерб нашему комфорту. Такие вот новости из Пскова и из России. Напишите нам в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Что вы думаете по поводу этого расширения экстремистского списка, который, я так понимаю, что скоро будут в пятницу объявлять в 8 вечера иноагентов, а в 9 вечера те, кто попал в список экстремистов, потому что теперь туда можно будет попасть, ну, просто за что угодно. Следовательно, написал это в бумажечке, и все, и попал в этот список. Ну, и что вы думаете, конечно, про вот этих... Вообще, в принципе, интересно, что люди думают про военкомов, которые вот сидят у себя там на зарплатке. Я думаю, то же самое, что и по каких-то условных судей. Хороший человек сегодня не может быть судьей в России. Как и военкомам, то же самое. Ну, и полицейским, я так понимаю. Да и чиновникам, в общем, уже. Уже очень трудно быть чиновником и говорить там, а я отвечаю там за природу. За УГХ. Да, или за УГХ. Как-то, в общем, когда эти бумаги ФСБшные вскроются, кто там в чем, у кого, в каком пушку нос, в общем, там выяснится, что очень мало было людей, которые просто сидели у себя в кабинетике, занимались каким-то хорошим делом, на благо региона. Что-то как-то все меньше меньше таких людей становится. Да, в общем, пишите ваши комментарии, а мы прощаемся. Пока.